всем добрый вечер дорогие друзья хочу обратиться с просьбой к своим подписчикам больше знаете каким к нашим вишерским вишерский потому что знают наш климат у меня получается вот как проблема в огороде есть клубника ягоды не крупные средние но начали горчить в чем причина я определить не могу вроде и поливаю каждый день и заметила что стали листья отходить у меня эти кусты еще от старых хозяев оставались я пересаживала 4 года назад получается да и больше не пересаживала такой человек хотел спросить вы срезаете ботву клубники на зиму или нет потому что да маш загони его обратно потому что мне тут женщина сказала что надо срезать клубнику я почему-то никогда не срезала да я убирала там старую листву ощипывала но никогда не не срезала полностью ботву так вот прошу вас может так советом что-то знает почему клубника начала быть горчить поливая каждый день клубнику в чем проблема ничего не могу понять листья вроде нормальные все никаких пятнышек на них нет потому что меня спрашивали может какие-то пятнышки нет пятнышек нет но они все уже видно что отходит уже клубника и вянут листочки может из-за того что она на солнце у меня не в тени клубника растет а на солнце я еще думала может из-за этого и вот не знаю даже чё и как ладно сейчас сделала себе кофе хочу кофе попить и нашинковать капусту потушить наверно еще гарнир сделаю и колбаску пожарить на ужин что-то на суп там еще есть дети суп что-то не очень-то едят поэтому супа хватает сейчас вот летом на 2 дня когда на 3 дня но на 3 редко в основном на 2 дня хватает 2 дня можно суп не готовить только второе в основном и вот не знаю что приготовить ребята что приготовить спагетти или гречку спагетти все понятно единогласно все рожки гречка спагетти вы че сделаете гречка а кто за гречку поднимите руку 2 кто за спагетти а машка где с оксанкой их не на голоса должна высчитывать сейчас будем голосовать кто за что два за спагетти два за гречку сейчас просим что они выберут вот так вот и приходится ужин готовить потому что эти потом кричат я это не хочу а так вот и решим решила сегодня свекольный салат опять не делать потому что там есть огурцы надо их доесть остатки огурцов до помидоров надо есть чтоб они не испортили жалко что потом выкидывается поэтому сделала опять с огурцами с помидорами салат просто нарезала и поставила в холодильник потом перед подачей заправкой заправлю дальше 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 а хотела ответить по поводу вот говорили настя да ты все наговорила якобы ты заказывал ребят объясняю ситуацию когда мы я сначала звонила в соликам сама заказала все окна мне должны были замерщики приехать приходит муж с работы крит насти отказывайся от компании группа чему он говорит у нас начальник хотят сделать через себя и дешевле со скидками ладно хорошо я отказалась от той компании начальника правил своих мужчин но наших вишерских пацанов мы хорошо знаем они пришли замерили нам все окна я их не снимала потому что разрешение они не давали их снимать поэтому извините и как получилось потом и начальнику отдали все эти замеры он сказал будем ждать ждем неделю звоним соликам с не отвечает тот начальник ждем вторую не отвечает звонит муж со своим другим начальником тому начальнику и тишина в оконцовке я ему мужу сказал я говорю хватит я больше ждать не буду говори своему начальнику что мы отказываемся я иду сама заказать окна я говорю я поначалу позвонила соликам все нормально нет блин уж решил сэкономить через начальника дешевле сделать но понимаю сэкономил бы да сэкономил бы может быть тысяч десять и что теперь я буду до зимы ждать эти окна что ли в оконцовке он позвонил начальнику при мне прям позвонил сказал что жена отказывается от вас и рожки тоже спагетти и короче говоря мы поехали в этот же день я могу радевайся поедем будем там заказывать окна в крепаре у нас на четвертом по моему этаже мы туда приехали у них закрыл был офис и там плакат висит с номерами телефонов я просто позвонила девушки игры у нас размеры все есть мне надо только чтоб вы высчитали и договор составить с вами чтоб вы как можно быстрее сделали она говорит хорошо давайте размеры я грунт у меня можно сейчас я ему скажу и он взял трубочку все объяснил мы сразу и обналичники все сразу заказали и подоконники и москитные сетки чтоб все было сразу в эту сумму включено и она сказала попросила мой номер телефона все она взяла потом нагрит по идее говорит я сейчас пока не работаю но давайте горит я выйду и мы с вами заключим договор она меня спросила буду как я плачу сразу всю сумму или на половину только я им сказал что я буду оплачивать сразу всю сумму мне так будет удобнее я буду знать у меня уже будет договор на руках в случае чего с теми даже и договора никакого не было там понимаете там просто должен был начальник создать так закрываем холодильник и пишет хорошо давай я нарежу ребятки колбаски достали попросили на чтоб кто-то за хлебом сходил и вот поэтому вот так вот да он не эту колбасу хочет он другую хочет а другую я еще буду готовить и сделаю и получается так что я пошла заключила потом она мне перезвонила она сказала у нас приблизительно выйдет пятьдесят семь тысяч пятьдесят семь пятьдесят восемь тысяч за все да я отрежу ему такую а все остальные такую пойдет на и получается ну вот пятьдесят семь пятьдесят восемь это она сказала приблизительно более точно она скажет в понедельник когда мы придем туда в офис и они меня договор мы заключим все подпишем все как полагается оплачу я сразу всю сумму не потому что так удобнее будет и спокойнее будет на что вот и там они мне уже точно скажут когда примерно будут готовы мои окна устанавливать будут наши знакомые которые нам и мерили окна не бесплатно я буду им платить это обязательно плюс еще кормежка с моей стороны буду обязательно кормить потому что они будут нам помогать еще и брус менять тут под окнами и все вот это вот это конечно же не бесплатно плюс муж с понедельника будет а он с начальником все договорился они выбрали лес какой что и начинать будет пилить брус они все еще не начали потому что там а лес был плоховатый мы ждали полностью чтобы нормальный лес был лес привезли и теперь муж будет пилить с понедельника брус и я ему сразу сказала на потолок в пристрой сразу доски чтобы тоже пилил потом мы все это высчитаем с пацанами договоримся сколько что будет стоить чтобы они нам окна вставили и все вот это сделали и следующая наша будет покупка это я буду заказывать железо на крышу пристрой потому что сами вы знаете что я уже говорила как-то видел что она у нас подтекает местами дырки там старое старое железо когда-то муж с работы ему отдавали там меняли крышу и старое железо он нам домой забрал и получается так что там все текет но не все там в двух местах текет поэтому мы хотим поменять железо постелить новое а старое покрыть на гараж и еще куда-нибудь но найдется куда в хозяйстве поэтому вот как то так у нас все получается но в целом да все что чай надо сделать сейчас мама сделает чай хорошо а что ты хочешь а что ты хочешь водичку хочешь а что ту колбаску а ту колбаску сейчас мама с вермишелькой сделает хорошо ну что такое нет все иди пока поиграй закрывай холодильник ваня вредничать ничего не хочет а он только что и лишь степел но я включила еще раз ванечку иди сюда у нас так мух на территории много вообще ладно ребята буду готовить скоро к вам вернусь еще илья в чайник скипела иди пей чай если вам понравилось это видео не забывайте поставить лайк это как болталку я прям сейчас и выпущу сразу так что жду ваших ответов по поводу клубники и по поводу всего остального комментарии ваши по мере возможности читаю но в основном ночью днем редко захожу поэтому ночью основном по стакан ладно ребята всем желаю хорошего дня хорошего настроения берегите себя берегите своих близких всем пока пока